Приветствую, народ! Напишите в комментариях, как вы относитесь к сериалу «Чёрное зеркало». Мне вот, допустим, большинство серий нереально зашли, а моя жена не могла их досмотреть даже до середины. Наверное, потому что все люди разные и со своей точкой зрения. Но дело в том, что все мы когда-нибудь умрем. Но не у всех будет возможность вернуться. Только у тех, кто позаботится об этом заранее. Один американский стартап начал предлагать услугу по общению с умершими родственниками. Только для начала, будучи при жизни, этот родственник должен создать так называемый цифровой клон, позируя какое-то время на 20 камер. Дальше дело в свои руки будет брать искусственный интеллект. Он же будет общаться с нуждающимися в будущем. Согласен, звучит немного крипово, но люди уже готовы платить за это деньги. Допустим, актер Уильям Шатнер, известный по роли капитана Джеймса Кирка из «Звёздного пути», уже создал свою цифровую копию. Правда, вот до момента переноса сознания это больше напоминает какой-то развод и попытку нажиться на людях. Платишь бабки, чтобы с тобой пообщался какой-то чат. Ну, бред же. Другое дело, когда это будет делать робот с перенесённым сознанием. Вот и видите, когда-нибудь мир к этому придёт. Посмотрите, что же сейчас вытворяют эти железяки. Разработчики разные, и возможности роботов на сегодняшний день тоже разные. Какие-то прыгают как ниндзя, из каких-то пытаются сделать оружие, а некоторые нацелены на максимальное сходство с людьми. Так что технологии не стоят на месте, и некоторые из них поистине поражают. Помните штуковину, при помощи которой люди в чёрном стирали память? Звучит как фантастика, да? А вот нечто похожее по смыслу разработали учёные из Израиля. Они нашли способ стирать воспоминания о наркозависимости. Человек с помощью стволовых клеток будет забывать об ощущениях при приёме наркотиков. И таким образом вполне может исцелиться и бросить принимать всякую дрянь. Блин, каждый раз, когда я готовлю разогрев к новостным выпускам, то узнаю о нашем мире что-то невероятное, во что поверить очень сложно. Приблизительно те же эмоции я испытываю, когда захожу в наш телеграм-канал Андропрайз. Очень сложно поверить, что такие низкие цены существуют в принципе. Но это правда. А с 22 августа стартует очередная распродажа на Алиэкспресс. И там обещают вообще что-то нереальное. Poco X4 GT за 275 долларов. Или Poco F4 за 294 бакса. А как вам Xiaomi Mi Band 7 за 33 доллара? Или процессор Ryzen 5 5600 за 140 долларов? Это я вам назвал только самую малую часть актуальных предложений, которые мы для вас нашли. Обязательно подписывайтесь на наш телеграм-канал, чтобы быть в курсе самых низких цен на все виды товаров. Не только на электронику. Там даже есть носки и трусы. А если вы не хотите ждать, а вместо этого купить прямо в стране с гарантией и со скидкой, подписывайтесь на наш второй телеграм-канал Андропрайз. Ссылка на него тоже будет в описании. Пользуйтесь сами и рассказывайте о нас своим друзьям. А пока вы это делаете, я вам поведаю, откуда у Sony готовилось нападение на все современные решения реализации фронтальной камеры. Все мы надеялись, что когда ее спрячут под экран, вопрос будет закрыт. И ничего лучше придумать нельзя. Но, как вы видите, эта технология не прижилась и имеет массу компромиссов. В итоге, производители и дальше продолжают использовать обычные вырезы. У кого-то они меньше, у кого-то больше, но суть у всех одна. Если верить инсайдерам, Sony на все это дело посмотрела и решила вставить свои 5 копеек. Они хотят уменьшить размеры верхней рамки до минимальных. И там же разместить все необходимые датчики и модуль камеры. Похожее решение мы уже когда-то видели на флагмане Meizu 16. Только у Sony рамка должна быть еще тоньше. Таким образом, вырез не будет отнимать его с часть полезной площади и мулить глаза в полноэкранных приложениях. Также инсайдеры поговаривают, что похожее решение будет использовать Google в своем первом смартфоне с гибким дисплеем. Если вы спросите мое мнение, я только за. Не то, чтобы это как-то существенно изменит картина, но смысл и логика в таком исполнении определенно есть. Как минимум, выбор это всегда хорошо. Вот кто-то скажет, что камера с высоким разрешением дерьмо полное, физику не обманешь и вот это вот все. А кто-то наоборот будет топить за биннинг пикселей и люто верить, что будущее именно за этой технологией. И если раньше на этом поприще себя в основном проявляла компания Samsung, с недавних пор OmniVision решила составить ей компанию, показав свой вариант доступного сенсора с разрешением 200 мегапикселей. Суть у него та же. 16 соседних пикселей соединяются в один. И на выходе мы получаем 12 мегапикселей с широким динамическим диапазоном и хорошей детализацией. Кроме этого, производитель заявил о лучшем автофокусе в своем классе. Не знаю, как вы, а лично я всегда рад конкуренции. Даже несмотря на то, что сейчас подобными камерами на рынке раз-два и обчелся. Как вообще смотреть на то, чтобы заказать на тест ту самую Motorola? На сегодняшний день это единственный аппарат с такой камерой на борту. Давайте так, если под этим роликом собирается хотя бы 15 тысяч лайков, я все устрою. Это немного, когда-то мы сами собирали вообще без проблем 30 тысяч лайков. Так что я в вас верю. Не отходя далеко от темы Motorola, давайте я вам расскажу о новом шикарном смартфоне Lenovo Legion Y70. Вы же знаете, что по сути это одна и та же контора. За 437 долларов этот аппарат предлагает не только тонкий корпус с металлической рамкой, но и флагманские технические характеристики. На бумаге он точно получился не хуже недавнего Redmi K50 Ultra от Xiaomi. Тут вам и последний чип Snapdragon 8 Plus Gen 1, и камеры с оптической стабилизацией, и емкая батарея. Единственное, что смущает, в отличие от Redmi, этот Lenovo вряд ли будет продаваться за пределами Поднебесной. А с китайской прошивкой он и нафиг не нужен. Если вдруг что-то изменится, я определенно закажу его на обзор, потому что чисто на бумаге аппарат интригует. Не успели мы и глаза моргнуть, как лето пролетело. Да, друзья, уже через 10 дней начнется осень. А еще через 7 дней компания Apple проведет свою главную презентацию этого года. То есть осталось чуть больше двух недель, и это случится. Уверен, что на любом другом канале эти слова звучали бы более сильно. Пока данная информация не является официальной. Ну, раз уж ее принесло в массы издания Bloomer, будьте уверены, что так и произойдет. К слову, обычно Apple выбирает 10 или 11 сентября. Как бы не вышел фальстарт. По имеющейся информации, компания должна показать 4 новых айфона, 2 из которых будут попроще и 2 продвинутых. Еще мы ждем часы в двух исполнениях, стандартном и защищенном. Старт продаж, скорее всего, будет назначен на 16 число. Потому что сотрудники Apple Store уже получили инструкцию по подготовке магазинов к этой дате. Что из себя будут представлять новые продукты и чем отличаться, я вам уже рассказывал не раз, поэтому не вижу смысла повторяться. Давайте-ка лучше я вам расскажу о впечатлениях инсайдера, который якобы уже успел протестировать версию iPhone 14 Pro. Для понимания это не какой-то ноунейм, а человек, который в прошлом году до презентации iPhone 13 показал его реальное изображение. Итак, он утверждает, что новый вырез в экране, вернее теперь уже вырезы, не влияет на пользовательский опыт, только на внешний вид. То есть такое решение просто занимает меньше места. Практически же Apple не придумала, как эффективно использовать освободившееся место. В таком случае нужно задать себе вопрос, а стал ли новый iPhone симпатичнее с этими двумя отверстиями вместо челки? Кроме новых вырезов, Apple заменили и сенсор основной камеры. По заявлениям инсайдера, днем это лучшее решение среди камер смартфонов. Но в тяжелых условиях он сливает даже предшественнику. Во всяком случае на старте. Возможно, со временем его подтянут при помощи ПО. Время автономной работы стало чуть лучше. Во всяком случае, по первым ощущениям. А вот мультимедийные динамики точно прокачали. Дисплей по ощущениям не изменился. За исключением появления частоты 1 Гц и функции Always On. Ну и габариты с весом у версии Pro Max тоже не изменились. По заявлению инсайдера, ощущается смартфон как кирпич. На самом деле, все, что сказал этот парень, мог легко придумать и я. Потому что, друзья, тут все логично. Ну, за исключением звука из мультимедийных динамиков. Зато мы теперь будем знать, где его можно подловить. Ну, правда, если я не забуду это сделать во время теста. Вот такие вот инновации от Apple. Не знаю, друзья, Samsung, какими бы они ни были, но у них хотя бы что-то пытаются показывать людям новое. Согласен, не совсем нужно, но Тим Кук вообще не спешит со складными смартфонами. И на этой неделе стало известно почему. Во-первых, нет надежных поставщиков комплектующих. Заказов на этот продукт будет немало. И купертиновцы боятся, что из-за новизны ниши их партнеры попросту могут не справиться. А во-вторых, себестоимость гибких экранов достаточно высокая. И из-за этого маржа на них даже меньше, чем на обычных айфонах. Так что, с точки зрения коммерции, это неинтересно. А пытаться занять место в нише просто для того, чтобы вставить пальцы в колеса Samsung, Apple не стремится. Доказывать кому-то что-то они тоже не хотят. Проще говоря, всему свое время. Когда смартфоны с гибкими дисплеями станут мейнстримом и буквально все производители на них переключатся, Apple тоже покажет свой вариант. А до тех пор компания не планирует менять курс. Зачем? Если можно просто включить везде рекламу в интерфейсе и заработать на этом гораздо больше денег, чем на выпуске нового продукта. И самое интересное, что никто из-за этого от них не отвернется. Так как по этому пути скоро пойдут абсолютно все компании. Знаете почему? Потому что спрос на смартфоны во всем мире упал. И рано или поздно люди совсем перенасытятся. То есть продажа устройств снизится. А как тогда зарабатывать? Вот кто сколько успел захватить какой вот процент рынка, тот столько и будет монетизировать на показах рекламы, сервисах, подписках и прочих вещах. В ближайшие годы заработок на продажах устройств отойдет на второй план. И мы с этим ничего поделать не сможем. Разве что компании пойдут еще дальше и добавят возможность платного отключения рекламы. Такой вариант я тоже не стал бы исключать. Не нравится? Покупайте кнопочную Nokia. Xiaomi тоже понимает, что лучшие времена позади. Это показывают и цифры. Выручка компаний со смартфонов за второй квартал этого года упала на 29% по сравнению с прошлым годом. Понятное дело, пандемия, дефицит и вот это вот все. Но никто ведь не знает, когда эта срань закончится. А значит тенденция спада будет только продолжаться. Поэтому Лайдзюнь начал пускать корни во все возможные направления. Включая электромобили. Но для того, чтобы заявить о себе как о серьезном игроке на рынке, нужно сначала создать качественно работающий автопилот. Чем собственно Xiaomi сейчас и занимается. Перед вашими глазами демонстрация того, как работает их детище на сегодняшний день. И создаются впечатления, что это уже готовый продукт. Но это совсем не так. Окончательный вариант готовят к 2024 году. Скорее всего его покажут вместе с первым автомобилем бренда. Также производитель не упускает возможность проявить себя и в других нишах. Чего бы это не стоило его клиентам. В прошлый раз я вам рассказывал о складном смартфоне Fold 2. На днях же стала известна стоимость его дисплея. 725 долларов. Это дороже многих топовых китайских флагманов. Скорее всего делают они это ради имиджа. Так же как и Xiaomi производит этот девайс ради имиджа. Не думаю, что финальное число продаж и заработать на этой серии сильно превысит разработку и рекламу данного продукта. Мне кажется, люди больше ждут от компании что-то доступное. Так что бы это мог себе позволить любой рядовой житель нашей планеты. В сети появилась новость о выходе ультрабюджетника с чипом Helio A22 и 3 гигами оперативки. Вполне возможно, что он будет работать на специально адаптированной версии MIUI, которая базируется на Android Go. Называют смартфон Redmi A1. И судя по всему, это будет что-то вроде Redmi Go в свое время. Очень хочется надеяться, что его ценник не превысит отметку в 60-70 долларов. А иначе зачем он нужен? Думаю, что выход стоит ждать этой осенью. Помните, я предположил, что недавний Redmi K50 Ultra выйдет на глобальный рынок под названием Xiaomi 12T Pro. Так вот, все идет к тому, что именно так и случится. Только вот вместо камеры с разрешением 108 мегапикселей, он получит более прокачанный вариант. Тот, о котором мы говорим последние несколько месяцев. А именно, 200 мегапикселей. В сети даже появилось первое якобы живое фото. Остальные же технические характеристики останутся без изменений. Что касается цены, если брать во внимание стоимость на старте предшественника, мне кажется, стоит рассчитывать долларов на 600 в Европе. Возможно, на Алиэкспрессе его можно будет купить долларов за 500. Это если говорить о версии Pro. А за базовый вариант, ну, будут просить около 400 баксов. Если что, это были только мои предположения. Окончательный ответ на этот вопрос мы узнаем уже после анонса. Если же давать оценку в отрыве, на мой взгляд, аппарат получился весьма неплохим. И что самое главное, интригующим. Ведь я уже говорил, что на сегодняшний день камера 200 мегапикселей это диковинка. И очень интересно было бы посмотреть на итоговый результат. Ну и завершу и рубрику Xiaomi последними новостями о грядущих Poco F5 и 13 серии флагманов компании. Информации немного, но поскольку ею поделился никто иной, как Digital Chat Station, можно с полной уверенностью говорить, что так и будет. Начнем с Xiaomi 13. Из банального, смартфоны получат более тонкие рамки вокруг дисплея и фронтальную камеру по центру. То есть, никаких решений под экраном ждать не стоит. Гораздо интереснее тот факт, что базовый вариант получит плоский экран. И речь идет не о продолжении 12х, а именно о 13. Кроме этого, разрешение его дисплея будет Full HD. В то время как версия Pro снова получит 2К с технологией LTPO. И возможностью работать на частоте 1 Гц. Остальные характеристики ранее уже всплывали в сети, поэтому не вижу смысла повторяться. Еще инсайдер рассказал, что стоит ждать о будущей серии Redmi K60. Часть устройств из которой появятся на глобальном рынке под брендом Poco. Старшие модели с приставкой Pro должны получить подэкранные сканеры и плоские дисплеи. Вообще, судя по описанию, они недалеко уйдут от своих предшественников. За исключением свежего процессора от Qualcomm. Это же касается и младших вариантов. Один из которых, по традиции, станет Poco F5. Они получат сканер отпечатков на боковой грани. Только в этот раз его разместят немного ниже, чем на Poco F4. Главным отличием от предшественника станет новый процессор. На смену Snapdragon 870 придет либо Dimensity 8200, либо нынешний Snapdragon 8 Plus Gen 1, который к моменту анонса должен стать более доступным. Собственно, о чем я и говорил. Скука несусветная. Мне кажется, что продажи смартфонов падают не только из-за пандемии, дефицита и вот этого всего. Люди попросту не видят смысла менять старые устройства на новые, потому что, ну, а зачем это делать? Да блин, даже старенький, двугодичный OnePlus 8 Pro практически не уступает нынешнему OnePlus 10 Pro. Зачем тогда переплачивать? Это же я могу сказать и о флагманах Xiaomi. Не думайте, что с выходом нового поколения что-то кардинально изменится. Единственное, чем могут манипулировать производители, это сроками поддержки. Ведь без содействия комьюнити нынешние флагманы получают обновления около двух лет, не дольше. И это своего рода крючок для покупателей. Чисто по железу я вообще не вижу смысла тратить деньги на новинки. Ребятки, дичь сегодня будет максимально няшная. Без пауков, которых пытаются воскресить, или искусственного интеллекта, который когда-то всех нас поработит. Но без японцев, конечно же, не обошлось. Эти ребята часто радуют нас какой-то дичью. И этот раз не исключение. Всем католюбам приготовиться. Это робот-швабра, который ездит по квартире, моет полы и радует глаз. Хотя, тут смотря с какой стороны посмотреть. Потому что на лице котейки видна максимальная боль. И при должном подходе, такого робота вполне можно было бы использовать в каком-то хорроре. Конкуренцию этой дичи составляют змеи-мобиль и рыба-мобиль. Которые создали абсолютно разные люди, но почему-то плюс-минус в одно и то же время. И если в случае с рептилией все довольно банально, чувак просто закинул ее в так называемый экзоскелет с ногами, то в случае с рыбкой все гораздо сложнее. Дело в том, что она сама управляет аквариумом на колесах. Реализовано это при помощи датчиков. И что меня шокировало больше всего, рыбка четко помнит, где ее кормили. И стабильно приезжает в это место, чтобы подкрепиться. Как по мне, это самое гениальное изобретение. Особенно оценят те, кто смотрел сериал Академия Амбрелла. Вот такой кринж придумывает ученые. Чтобы... чтобы... чтобы что? Наверное, специально стараются для нашей рубрики дичь. Чтобы концовки наших выпусков всегда были позитивными. И да, мне кажется, даже в столь сложное время, как бы сложно ни было, нужно мыслить позитивно. Нужно всегда уметь увидеть белое в черном. Ну и банально оставаться добрыми людьми. Ну там, поставить палец вверх автору за старание. Поделиться роликом с друзьями. И не забыть задонатить на помощь людям, пострадавшим от чудовищной, никому не нужной, бессмысленной войны в Украине. И пока это у вас здорово получается. За что я хотел сказать искренне спасибо. Андро Ньюз за надану безкоштовную медичную допомогу. Андро Ньюз фирма. Я дуже... Доброго дня. Мене зовут Зоя Глібівна. Я частенько, частенько буваю, діти занимаются договорами за ліки. Дуже частенько вони мені предоставляют ці ліки. Для тих, хто хочет принять участие в благотворительности, номер карты я ставлю в описі. Слава Україні! І да пребудет з нами мир! До скорих встреч! Ай, блядь!